привет всем сегодня у меня браслет такой абсолютно новой техники для меня я никогда этой техникой не пользовалась и делаю первый раз то есть я себе уже сделала такой пробный браслетик и теперь я хочу показать вам как это делается очень легко не нужна ни игла ни нить возможно конечно вам и не понравится но если попробуйте и понравится я буду только рада и так я буду использовать вот такую тонкую проволоку и я купила микс цветов это такие наборы продаются и здесь у меня около 70 наверно камушков они разного цвета разной формы и это на это хорошо мне это подходит здесь и красный и оранжевый и коралловый и желтый немножечко зеленого поэтому мы собираюсь это перемешать и также мне нужны спицы здесь чем размер больше тем лучше вот ну я надеюсь вам понравится за самый большой камень я наверное буду использовать качестве застежки для застежки но хотя на другом браслете я сделала застежку магнитную но это тоже на ваш выбор и сейчас я беру вот эту свою проволоку и просто начинаю их всех на набирать то есть проволоку я не отматываю сколько метров я прямо работаю с этой катушкой и начинаю набирать все подряд итак вы видите набраны у меня бусинки их 70 штук я думаю хватит этого то есть вот они все на катушке и я беру такой хвостик небольшой но помните как набираются петли в вязании вот так я собираюсь тоже набрать петельки набираю это у меня две три очень аккуратно потому что это проволока она все таки может ломаться 4 маленький хвостик очень оставила распарываем и так я вот хвостик беру где-то здесь сантиметров 35 и вот как мы набираем когда петли я набираю 2 2 3 4 5 6 и 7 петель и вот у меня такой хвостик остался и так вытащила одну я спицу и теперь точно так же как обычно вязание в первую кромочную и так снимаю и дальше начинаю добавлять сами камушки здесь вот все как вы хотите да мне нравится например один раз я беру камушек провязываю лицевую и сразу же нужно определиться где у вас будет лицевая сторона вот я допустим и и оставляю сейчас вот на ту сторону то есть на той стороне работы а когда изнаночный ряд буду на эту сторону камушки управлять дальше следующую я петлю просто провязываю но при этом нужно смотреть каждый раз их вот так вот немножко подтягивать чтобы они стояли какие-то металлическая сеточка должна быть и дальше следующий камушек то есть одно делаю с камушком одно делаю без одно без снова еще одну с камушком и последнее без все первый ряд есть натягиваю его чтобы они ровненькой были и переворачиваю работу теперь этот ряд у меня будет изнаночный короче говоря все как в вязание только проволока и камушки изнаночной и камушек то есть получается что чередой но вы знаете здесь не всегда получается что в одном ряду допустим все четные другом там все нечетные иногда нужно смотреть по обстоятельствам как она смотрится если вы видите достаточно места потому что камни то разного размера бывают маленькие на маленькие накладываются то там можно еще поставить дополнительный а есть большой вот поставишь и он займет много места все но я надеюсь вам понятно вы делаете нужную вам длину и таким образом вы вплетаете все камушки которые у нас нанизаны вот у меня на первом браслете он был покороче у меня ушло 56 камней здесь я набрала 70 ну что я его стараюсь делать немножко по длине и ну вот я и связала полотно и все последний ряд я закрываю как обычно делаем когда вяжем то есть я вот смотрю какой у меня рис ряд идет изнаночный значит закрываю изнаночными тебя по моему без разницы особо меня немножечко не хватило может быть надо было бы еще чуть больше то есть берите с запасом бусинки да у меня было 70 56 было мало 70 тоже смотрю как-то маловато но смотря какую длину вы хотите конечно все и теперь я отрезаю вот оставляю хвостик где-то чтобы было сантиметров 20 легко отрезается все наконец-то эти спицы уже больше не нужны и но как вы видите здесь есть хвостики и я теперь их собираюсь эти хвостики вот так вот замотать вот по краю чтобы было особенно посерединке вот здесь помад на замотать немножечко побольше потому что буду крепить застежку немножечко знаете свободный стиль это конечно с бисероплетением ничего общего нет но мне кажется может я ошибаюсь мне кажется смотрится она как-то так интересно вот ну и отрезаю сейчас это же самое сделаем на другой стороне видите на столе едва 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 все таки видна проволока она как паутинка но когда у вас этот браслет будет на руке то у проволока она как бы немножко исчезает потому что тон вашей кожи на запястье вы видны издалека только одни бусинки и получается так интересно как вы знаете откуда вдруг бусинки и на запястье то есть усыпано так запястье бусинками очень интересно смотрится поэтому мне тоже понравилась эта идея следующий шаг я сейчас сделаю кое-что чтобы можно было эту бусинку потом присоединить круглогубцы вот и сейчас идея будет начать такая я беру колечки одно колечко соединяю вот здесь серединой затем другое колечко соединяю вот так вот так наверное будет и вот так и другой конец так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok